На рынке существует три основных типа блоков. Это order block, mitigation и breaker. В этой части мы разберем самый популярный из них это order block. Этот инструмент в разы эффективнее стандартных уровней поддержки и сопротивления. Правильно применив эти знания на практике вы заметно увеличите свои результаты в торговле, а ваша результативность как трейдера заметно вырастет, что скажется на вашем итоговом балансе. Про order block в последнее время говорят абсолютно везде, но информация, которую вы могли видеть ранее не всегда правильна и иногда даже не всегда актуальна, так как при построении нужно учитывать ряд нюансов, которые мало кто объясняет, либо умышленно, либо из-за банального незнания темы. Итак, пойдем по порядку. Order block или блок заказов. Это словосочетание появилось относительно недавно, именно тогда, когда появился сам концепт в Smart Money. До этого блоком заказов считался флэт, в котором крупный игрок накапливает свою позицию. Давайте посмотрим на графики. Данный флэт является аккумуляцией крупного игрока, в котором он накапливал свою позицию перед тем, как двинуть цену в нужную ему сторону. Он-то и является блоком заказов, следуя классическому теханализу из различного рода книг. Точкой входа для нас был бы ретест в этот самый флэт. Если рассматривать данную ситуацию с точки зрения концепции Smart Money, то в этом флэте мы должны найти еще более мелкий флэт, от которого мы могли бы открывать лонговые позиции. Таким образом, вход от микроструктуры уменьшает потенциальный риск и увеличивает потенциальный профит в разы. Поэтому данная концепция для нас, как для трейдеров, намного выгоднее. Прежде чем двигаться дальше, давайте разберемся, что происходит в данном флэте. Итак, есть какой-то банк, который поручил своему институциональному трейдеру набрать позицию. Например, на 500 миллиардов. Ни один участник рынка не сможет исполнить такой ордер по рынку. Поэтому крупному игроку приходится импровизировать. Он начинает выставлять лимитные ордера на покупку по интересующей его цене. Например, по 5-10 миллиардов. Заранее скажу, что все цифры взяты нереальные, а просто для того, чтобы вы легче могли понять механику. Но первая проблема, с которой сталкивается крупный игрок на своем пути, это то, что рынок начинает отскакивать от его крупных денег. Заходят мелкие трейдеры, цена набирает обороты и уходит от его средней цены. Поэтому он вынужден поставить лимитки на противоположную сторону флэта, чтобы не пускать цену выше. Итак, цена болтается в этом флэте, пока крупный игрок не исполнит все свои 500 миллиардов. Если он их исполнил, то цена улетает. Об этом чуть позже. Но вот незадача, он столкнулся с очередной проблемой. Дело в том, что ритейл-трейдеры, то есть мы с вами, увидели этот флэт или какую-то другую модель теханализа. И тоже решили заходить в лонги. Это означает, что ликвидность на рынке упала и крупному игроку больше не у кого покупать актив. А так как толпа тоже начала покупать, то стопы они ставят за границы этого самого флэта. То есть за ближайший максимум или минимум. По классическим стандартам теханализов. В данной ситуации стопы они ставят сюда. А стопы в данной ситуации это маркет ордера на продажу. Также подключаются трейдеры, которые торгуют пробойной стратегией и также ставят отложенные ордера на продажу в эту же зону. Как итог, за этой границей сформировается огромное количество ликвида в виде отложенных селл-маркет ордеров. Поэтому, чтобы набрать свою позицию полностью, крупный оператор вынужден потратить часть своих денег и выдавить цену вниз, чтобы исполнить свои ордера, абшартовые ордера толпы. После чего он с чистой совестью может гнать цену в нужную ему сторону. Но перед этим он успел оставить след в виде ордер-блока, которым мы можем воспользоваться. Вероятность того, что цена сходит на ретест данной зоны, очень высока. А все почему? Ранее я упомянул о том, что у крупного игрока стоят лимитные ордера на продажу, чтобы не пускать цену выше. И также он потратил часть своих денег на то, чтобы вытолкнуть цену в зону ликвида. Часть этих ордеров может находиться до сих пор в рынке. Поэтому, чтобы закрыть их и выйти в ноль, он вынужден вернуть цену обратно в зону. Так образуются митигейшн и брейкер. Пока вы, возможно, ничего не понимаете, это абсолютно нормально. Об этих блоках мы поговорим в следующих частях. И еще одна причина ретеста – это дособрать свою позицию. Так как в процессе мощного движения цены начинают подключаться мелкие трейдеры, покупая на самых хаях. А стопы стоят в зону набора аккумуляции крупного оператора. А сейчас давайте вернемся обратно к ордер-блоку. Итак, сам ордер-блок – это формация в виде одной свечи, после которой идет сильный рост или падение. Найти его можно абсолютно везде, на любом таймфрейме, на любой валютной паре, на любом активе. И найти его можно несколькими вариантами. Сегодня мы поговорим про классический способ. И если эта тема вам зайдет, то я запишу дополнительные варианты нахождения ордер-блока. А сейчас давайте перейдем на график, я покажу это все в реал-тайме с разбором моих недавних сделок. А перед началом ролика рекомендую подписаться на мой телеграм-канал, где я делюсь огромным количеством полезной информации по трейдингу. Даю бесплатные сигналы по торговле и делюсь своими мыслями по рынку. Здесь вы найдете много полезной и интересной информации для себя, как для трейдера. Переходите по ссылке в описании. Я думаю, вы уже, наверное, видели предыдущие какие-то видеоролики по ордер-блоку, где разные товарищи рассказывают, скажем так, не всегда верную информацию. Возможно, вы там слышали, что ордер-блок это, скажем так, какая-то определенная свеча, которая может выглядеть именно таких размеров. Да, у нее есть какие-то свои параметры, там, например, небольшого тела, небольшие хвосты и так далее. Но это все бред, то есть ордер-блок, он для нас может являться, как бы, вообще абсолютно любой свечой. То есть свечка у нас может быть, скажем, и такого размера, да, вот условно, и со всем каким-то пин-баром или молотом, каким-то, там, я не знаю, дожиком. Это все абсолютно не важно. Главное, что вот у нас после одной такой свечи идет, скажем так, серия нисходящих свечей вниз. И при определении такой свечи есть огромное количество нюансов, про которые я сейчас вам и расскажу. Начнем мы с самых азов, это со структуры рынка. Я уже записывал на своем канале один видеоролик по структуре, так что рекомендую вам обязательно посмотреть вот этот самый видеоролик. Тогда вам будет намного проще разбираться в теме, и вы начнете лучше поднимать саму структуру рынка и сам концепт smart money, про который мы, собственно говоря, сейчас и говорим. Итак, смотрите, у нас есть какой-то, скажем так, восходящий тренд. Сейчас я его нарисую. Предположим, цена у нас как-то вот так вот растет, и происходит слом структуры. То есть, понятно, у нас здесь был higher high, он стал lower high. Здесь у нас образовался higher high. Здесь у нас произошел слом, это для нас будет босс. И здесь у нас был lower low, который стал higher low. И здесь образовался новый lower low. Что происходит в данной ситуации? У нас после растущего тренда, когда произошел слом, это означает, что в рынке здесь появился какой-то крупный игрок, который начал продавливать цену, спуская ее вниз. Точно так же у нас был и здесь крупный игрок, который также продавал. Потому что здесь произошел откат, и здесь произошел откат. Соответственно, по классике жанра мы должны дождаться здесь коррекции куда-то в эту зону, и здесь уже искать точку входа в продажу. Но смотрите какая ситуация, что большинство людей думает о чем, что раз цена пошла вниз отсюда, то и здесь должен быть конкретно у нас уровень поддержки, либо уровень сопротивления. Но это в корне неверно, потому что если, например, вы когда-то использовали профиль объема, и знаете, что это такое, то если мы накинем какой-то вот такой вот профиль объема, то мы увидим, что здесь, вот где-то в этой зоне, объема не будет вообще никакого. Потому что это так называемый ложный вынос, захват ликвидности, которая находилась здесь. Как и тут, это был захват ликвидности, которая находилась здесь. Соответственно, самый крупный объем у нас будет находиться где-то вот в этой зоне. А почему именно в этой зоне? Потому что именно здесь происходило наиболее частое касание цены. Вот у нас, предположим, есть какой-то уровень, и цена его часто касалась. То есть был тут подход, здесь был подход с пробоем, но было касание в обратную сторону. Опять же, может быть, в текущей ситуации она подойдет чуть-чуть ближе, здесь коснется. Соответственно, поэтому самый крупный объем, который вы увидите на профиле объема, будет находиться вот где-то примерно в этой зоне. А эта зона будет являться для нас неким флетом, которым мы будем искать точку входа. Давайте я это все удалю. И смотрите, какая ситуация у нас получается. Зная то, что крупный объем находится где-то в этой зоне, зная то, что крупный игрок начал сначала свои продажи отсюда, потом зашел еще раз выше, снял вот эту вот ликвидность, да, и потом пошел вниз, ломая структуру. Это означает, что вот это вот самое движение было не что иное, как ложный вынос. То есть, соответственно, мы не будем искать точки входа отсюда, потому что первые продажи начались именно с предыдущего ловер-хай. То есть, предыдущие вершинки. Ну, в данном случае вершинки, да, в другом случае у вас будут там низинки, если тренд, например, восходящий. Соответственно, если посмотреть на эту ситуацию с классической техникой теханализа, то это будет похоже на своего рода голову и плечи, да, то есть у нас плечо, голова, плечо. Но с точки зрения смарт-мани здесь все совершенно по-другому. По факту нас будет интересовать только вот этот вот самый ловер-хай предыдущий, потому что отсюда пошли первые продажи. Первые продажи, захват ликвида, слом структуры, коррекция, вход. Все. Вот эту вот ситуацию нам и нужно найти. Если это все уменьшить на таймфрейме и преобразовать в свечи, то мы увидим совершенно другую ситуацию. Мы увидим тот самый ордер-блок, который нам и нужен. Поэтому запомните вот эту вот структуру, распечатайте себе ее где-нибудь. Запомните и всегда думайте о том, что в каждой свече нам нужно искать примерно вот такую структуру. На свечах мы ее не заметим, но в голове мы должны понимать, что тут происходит. Первые продажи, забрали ликвид, сломали структуру, сделали коррекцию, ушли. Все. Это классика. По этой классике мы и торгуем. А сейчас давайте попробуем найти эту ситуацию на рынке. Вот возьмем текущую ситуацию по евро. Это часовой таймфрейм. Тут даже далеко ходить не надо. Вот еще первое, что попадается в глаза. Смотрите, как у нас вообще чертится ордер-блок. Опять же нарисуем. То есть это какая-то свеча. Рынок был восходящий. И потом мы видим вот такую вот некую свечу, которая забирает вот этот вот хай и ломает вот эту вот структуру. И ордер-блок мы будем чертить по вот этой вот свечке. Потому что смотрите, потому что вспоминайте структуру. Рынок рос, начались первые продажи. Потом какое-то движение, которое забирает ликвид и ломает структуру. Конкретно крупный объем проходил-то здесь. И позиции игрока начали накапливаться здесь. Поэтому, собственно говоря, по этой свечке мы и будем чертить наш ордер-блок. Не по какой-то там абстрактной, да, которая там одна свеча перед серией крупных свечей. В классике-то оно так и есть. Как бы если простыми словами объяснять, то можно и так. Но вот эти вот нюансы, они крайне важны, потому что неправильно определив ордер-блок, вы можете об этом очень сильно пожалеть в будущем. Потому что, во-первых, и стопы часто будете ловить, да, и входить не там, где нужно. И соотношение риска-прибыль тоже будет достаточно плохое. Поэтому вот этот нюанс, он крайне важен. Еще раз, рынок рос, забрал ликвид, сломал структуру. Вот эта зона, вот эта вот свеча для нас ордер-блок. Она может быть и большая, и маленькая, и дожик, и молот, все что угодно. Абсолютно по классике price action это нас не интересует. Вот здесь у нас конкретно ситуация. Смотрите, видно вот эту вот свечу большую зеленую, которая перекрывает ликвид. Да, мы можем найти последнюю. То есть вот этот вот маленький красный дожик, который был до этого. Какая-то свеча его вынесла, потом образовался инсайт бар. Про инсайт бар я расскажу в следующей части. Если это видео наберет достаточно много лайков, я пойму, что эта тема вам интересна, то в следующем видео мы разберем конкретно инсайт бар, что это такое, как он строится, зачем он нужен, почему он вообще появляется, да, и вот опять-таки нюансы неких ордер-блоков. Так вот, по вот этой вот красной свече мы строим наш ордер-блок, потому что произошел вынос и сломал структуру. Смотрим, как цена его отрабатывает. Идеально у него подходит, отбивается, уходит. Соответственно, стоп мы можем ставить прямо за ордер-блок, а не за сам максимум. За сам максимум будет безопаснее, конечно, но если вы все-таки акцентируете свое внимание на винрейте, точнее на соотношение риска к прибыли, то все-таки лучше ставить за сам ордер-блок. Да, у вас будет чаще стопов. Да, новички не всегда смогут его правильно определить, поэтому тут нужно просто практика, практика, еще раз практика. Но, в принципе, даже если вы поставите его за максимум, ваше соотношение риска к прибыли не сильно ухудшится. Итак, смотрите, просто ставим лимитку, цена подходит. Стоп мы ставим сюда, за сам ордер-блок. Цена его не тронула и улетела дальше вниз. Мы здесь можем найти еще огромное количество ордер-блоков. Смотрите, вот. Вот у нас видно свеча. Какая это была, вот эта вот красная. За ней имеется фитилек, то есть наша структура, да, пошли какие-то покупки, цена забирает ликвид, цена уходит и ломает структуру. Соответственно, по вот этой вот свече мы строим наш ордер-блок. Цена у него заходит раз, вот тут, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, девять касаний, цена. Потом еще раз она у него заходит, раз, два, три, четыре. И еще раз она у него заходит. Сколько раз она зашла вот в этот самый ордер-блок перед тем, как его пробить, да. И смотрите, мы ордер-блоки всегда определяем на более старших таймфреймах. И только после этого спускаемся на младшие. Конкретно вот этот вот часовик, да, смотрите, мы нашли какой-то ордер-блок. Последняя свеча красного цвета, после нее идет снос, ликвида, слом структуры. Последнюю вот эту вот свечку мы выделяем. Затем мы переходим на более меньший таймфрейм, например, 15 минут. И здесь мы можем найти еще более лучшую ситуацию. Здесь мы что видим? Здесь мы видим конкретно вот свеча. В ней находятся два инсайд-бара, но об этом я уже повторился в другом видео. То есть мы уже уменьшаем наш ордер-блок. Вот здесь он точно на него пришел, тут чуть-чуть. И как мы видим, уменьшив его на таймфрейме, в каком-то, да, цена идеально в него приходит. Отбивается прям буквально тик в тик. Мы это можем найти вообще абсолютно везде на любом таймфрейме. Вот у нас красивая ситуация, да, смотрите. Была какая-то свеча красного цвета, после нее инсайд-бар. Затем идет ложный вынос и уход. По факту, если мы перейдем еще на более-менший таймфрейм, там 5 минут, M1, то можно даже где-то и повыше его найти. И что мы видим? Здесь цена, ну вот видно, да, не дошла буквально там пару тиков. Заходит, чуть-чуть перебила, да, и ушла. И здесь далеко ходить не надо, у нас примеров сплошь и рядом, они образуются вообще везде. То есть, вот смотрите, у нас была большая зеленая свеча, после нее маленький пин-бар, который перебил ликвид. И слом структуры произошел. Ну, также, конечно, с инсайд-баром, но это нас не особо интересует. И цена также заходит в эту зону и прям точно от нее отпрыгивает. Вот у нас есть ордер-блок, да, цена также в него заходит, также от него отпрыгивает. Раз, два, три, четыре. То есть, вам достаточно просто правильно научиться использовать и применять данный инструмент, и он будет работать намного лучше любых уровней поддержки и сопротивления, намного лучше любых зон спроса и предложения. Данная тема требует, конечно, много практики и упорства для того, чтобы научиться их правильно искать и к тому же применять их в своей торговле. Но, поверьте, оно того стоит. То есть, потратите свое время, прогоните это все на тестере, на нескольких месяцах хотя бы, там, полгода, год еще лучше. Да, и когда у вас придет вот понимание того, как нужно правильно строить вот эти вот самые блоки, вот тогда у вас, я надеюсь, все будет хорошо. Смотрите мой недавний пример, который я, кстати, публиковал у себя в Telegram канале. Сделка по фунт-йене. У нас здесь есть ордер-блок. На следующем скрине я даже рассказывал его логику. Большой ордер-блок, да, то есть, коррекция, слом структуры. Ордер-блок на меньшем таймфрейме. Вот первый, вот второй, да, цена ушла. Я входил от этого, стоп ставил безопасно, да, то есть, за максимум, соответственно, взял неплохой профит. Эта сделка была в Telegram канале, так что вы можете зайти и сами ее посмотреть. Вот так вот это выглядело все на графике. У нас тут есть какой-то ордер-блок. Я его здесь нарисую очень так, скажем, схематично, просто чтобы вы видели. Его можно и здесь найти на более меньшем таймфрейме. Вот давайте его немного подкорректируем, вот так вот. Мы видим, что цена в него точно заходит. Рисует здесь некий ордер-блок, да. Вот здесь был тоже маленький ордер-блок. Я тоже надеялся от него увидеть реакцию, но реакция вот тут была, чуть-чуть цена отбилась, но потом все-таки пробила, ушла от второго ордер-блока. И профит я закрывал тогда, когда увидел разворот цены. Но после этого цена повалила намного дальше. Кстати, об этом я тоже писал, что цена, скорее всего, продолжит валить вниз. И, как мы видим, хорошее такое движение вниз. Поэтому, если вы еще не подписаны на мой телеграм-канал, то обязательно на него подпишитесь, так как там я опубликую достаточно много сделок, на которых вы можете учиться, и которые можете использовать в своей торговле. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, и до новых встреч. Перфекция 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 Перфекция